В этом году своими силами мы построили гараж из керамических блоков. То есть строил мой муж и мой отчим. Гараж с видом на улицу, то есть с улицы можно сразу заезжать в гараж. Вот старый дом, вот наш забор. Сейчас покажу гараж внутри и со стороны двора. Сделали два окошка в гараже. Опалубку. Все делали своими силами. На этом очень много сэкономили. Со стороны участка тоже есть запасная дверь для того, чтобы можно было пользоваться хозяйственным инвентарем. То есть использовать какие-то тележки, которые будут храниться в гараже и мотоблок. Внутри гараж выглядит вот так. То есть его уже, конечно, забили мы всякими вещами, которые недавно пришли посылкой. Мы постепенно перевозим какие-то вещи. Крыша пока выглядит изнутри вот так. Будем что-то подшивать, не будем. Пока тоже еще решаем. Сделали вот такие стеллажи. Пока небольшой бардак, потому что вещи привезли недавно. Все еще нормально не уложили. Времени у нас очень мало. Мы делаем все быстро-быстро-быстро. То есть использовали уголки. Вот так. Стоечки из уголков. Сверху положили ОСБ-плиты. Пол залили цементом. Вот у нас, конечно, не очень идеально получилась заливка. Но, в принципе, пойдет. Тут пока лежит линолеум. Чисто так. Осталось еще покрасить ворота, но мы уже катастрофически не успеваем. Здесь тоже будут полочки. Над окнами тоже будут полочки. То есть места здесь для мужа предостаточно. Так как у нас нет сараев еще, мы планируем в будущем году построить сарай. Поэтому у нас все везде пока захламлено. Вот так. Вот так гараж выглядит со стороны двора. Продолжением гаража, как видите, дамень теплицы. Мы не хотим делать какие-то постройки серьезные рядом с соседями. Поэтому устанавливаем теплицу. На участке также расположены две огромные старые яблони. Анис и штрейфинг. Конечно, яблоки замечательные, вкусные, особенно штрейфинг. Но штрейфинг, скорее всего, придется убрать. Это вот дальние яблоня. Потому что там мы планируем построить сарай. Шириной порядка, наверное, 6 метров. Длиной, может быть, 10-12 метров. Пока мы уже не определились. Строительство планируем на будущий год. Вот это участок. Мы уже каждый год теперь пахаем его. Высаживаем картофель и кое-какие овощные культуры. Поэтому приходится проезжать весной и осенью. Вот там, на дальнем плане, у нас компостная куча. Там ходит бабушка. Участок мы почти уже весь убрали. То есть, кое-что мы тут розы обрезали. Посадили два куста винограда. Мини киви посадили. Она у нас уже растет второй год. Вот такого размера. Сегодня были заморозки, поэтому листики неважно выглядят. Ну, посадили жимолость, розы. Как всем женщинам хочется разводить цветы. Естественно, в первую очередь везде цветы, цветы и цветы. Все, что возможно, стараемся пока высаживать. Но в основном это все многолетники. Лилии, пионы, турецкая гвоздика, локсы, Участок выглядит неприглядно, потому что уже началась осень. В первую очередь уже глубокая осень. Мы посадили много фруктовых деревьев. То есть, у нас яблоки, несколько сортов, вишни, черешни, груши. Если вы обратили внимание, то под яблонями я ложу солому. Ну, то есть, под всеми фруктовыми деревьями, пока они маленькие, пока ложу солому. Для того, чтобы не росла трава, то есть, пульчирую. Вот сейчас, после, я поднимала старую солому, насыпала туда удобрения, то есть, навоз, залу, и опять накрывала соломой. Под соломой очень много, получается, живности разводятся, червячки, паучки, и земля постоянно влажная. То есть, поливать их не обязательно часто, так как у нас нет возможности. Вот, поставили кое-где опоры, для того, чтобы яблони были поровнее. Вот так выглядит наш участок в настоящее время. Конечно, уже ничего интересного нету. Листочки уже повяли, пожухли. Мы будем надеяться, к тому времени, когда мы уже окончательно решили переехать, у нас уже будет небольшой плодовый сад. Расстояние мы пытались соблюдать, то есть, между деревьями примерно порядка трех метров, а между рядами четыре метра. Еще мы насадили кустарники, то есть, смородину нескольких видов. Черная смородина, красная смородина, белая смородина, крыжовник трех видов посадили, бойлочную вишню. То есть, кустарников у нас несколько видов. В этом году уже был небольшой урожай. Вот даже посадили айву. Вот, два плода айвы было. Это второй плод. Видно, что он уже подмерз, потому что были заморозки. В прошлом году посадили клубнику вот таким образом. Ягод было пока немного, то есть, кустики были молодые. Надеемся, что в следующем году урожай будет лучше. Ну, и еще и полива не было соответствующего. На будущий год посадили чеснок. Осенняя посадка чеснока. Грядки замульчировали соломой для того, чтобы весной они были рыхлые. И между рядей тоже соломой заложили. Для того, чтобы меньше было сорняков. Конечно, за участком в основном я сама не слежу, так как у меня нет времени. Мы приезжаем, как я говорила ранее, весной и только позднюю осенью. А в летний период ухаживает за всем огородом мама. Остатки яблочек. Яблони были все усыпаны в этом году яблоками. Мы успели попробовать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!